Я хотел тоже сказать несколько слов. Мне кажется, я не так давно занимаюсь вопросами воскресных школ, именно так, на уровне, так скажем, нашего викорианства, по-моему, шестой год только. Но вот на что я обратил внимание. Есть такая проблема во многих воскресных школах. Мы, когда беседовали с директорами и с преподавателями лично, и когда у нас проходят различные заседания комиссии по воскресным школам уже города Москвы, я обратил внимание на то, что есть такая проблема, когда дети заканчивают воскресную школу, ну, там, в 13-14 лет, куда-то чуть раньше. Они исчезают. Они исчезают, да, действительно. Они просто вот, мы их как бы теряем, они еще не приходят в молодежный клуб. Вот по своему храму могу сказать, они говорят, да что мы туда пойдем, там какие-то уже взрослые, да, ну, для них взрослые, там, 19-20 лет, это уже взрослые, понятно. И кто-то еще больше, более старшие приходят, молодые люди, девушки. И, конечно, вот эта вот проблема, когда в самый, наверное, сложный период, возраст, подростковый, у нас нет с ними такого, так скажем, прямого контакта. Есть, конечно же, несколько, я думаю, что кто-то из вас может быть тоже вот поделиться опытом в конце нашей встречи, после того, как мы прослушаем у нас с вами выступление. В нашем храме как-то так сложилось, что я вообще всегда любил девушку вроде когда. И я как-то, ну, так, можно сказать, сначала спонтанно, давайте проведем турнию, давайте. И постепенно, постепенно у нас сложилось достаточно, даже две, сложились две команды. Одна это все-таки те, кто еще учится в воскресной школе, вот. И вторая команда, это как раз, можно сказать, выпускников, которые уже сейчас, конечно, тоже возрослели. И я хочу сказать, что, да, они не приходят на занятия непосредственно в воскресную школу, но они приходят на тренировки, которые проводят с ними преподаватель, который сам играл на уровне Москвы, в таком же клубе, в большом, можно сказать. И каждое воскресенье собираются проводить тренировки. Вы знаете, вот они на них приходят. Да, вот это удивительно. Конечно, не все приходят на литургию. Я вот тоже обратил внимание на эти очень важные моменты, которые задумывал отец Виктор. Действительно, наверное, нужно так все-таки их воспитывать, чтобы и родители, и дети действительно начинали день не с воскресной школы, в воскресенье, там, или в субботу, где преподается в субботу, но именно с литургией. Это очень важный момент. Ну, много разных еще, наверное, есть форм, кружки различные. Вот у нас тоже, мы в этом году впервые попробовали открыть киношколу. Упустник Академии Никиты Михалкова у нас преподает. Вот сам режиссер, сам он тоже снимает фильмы. Ну, он, конечно, молодой режиссер. Ну, то есть вот какие-то такие формы, которые позволяют детей, ну, хотя бы еще на какое-то время, да, вот в этот сложный переходный возраст как-то действительно удержать их в прихраме, так скажем. Это тоже, наверное, очень важно. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok